всем всем здравствуйте меня зовут татьяна и я рада приветствовать всех кто заглянул сегодня ко мне в гости вот и пришел месяц май но пока еще нет той долгожданной теплой погоды и в связи с этим то что никак не оправдывается ожидания в погоде не хватает солнышка как-то такое состояние было душевное хотелось просто отвлечься и таким образом мы всей семьей поехали отдыхать на один день в другой город мы гуляли развлекались и после полученных положительных эмоций зарядившись я начала несколько новых процессов и сегодня я хочу вам показать такие процессы у меня сейчас в работе сейчас мы развернемся с вами к столу я вам все подробно покажу и расскажу и первое с чего я начала свои процессы не так давно я делала себе подарок к 8 марта и в этом подарке была вот эта пряжа от фирмы фибра натура бамбу джаз я никогда с такой пряжи не работала и с пряжей от этой фирмы вообще работаю впервые это турецкая пряжа здесь в 50 граммах сто тридцать два с половиной метра в составе 50 процентов хлопок 50 процентов бамбук у меня 5 ма . 250 граммов когда-то давненько я работала с пряжи от фирмы yarnart самое называется пряжа в таких вот упаковочках как косметичка по 4 мотка и вот очень похоже там пряжа была хлопок с вискозой вот этот вот эффект на хлопковую ниточку намотана видим этот бамбук она поблескивает и никак у меня не складывалась картинка что же мне начать вязать из этой пряжи лежала на мне долго перед глазами ну никак никак не понимала что что связать и вдруг буквально ночью меня посетила моя муза и вы знаете как щелчок вот это я хочу значит что же я хочу я хочу такую кофточку которые будут завязки с одной стороны значит здесь поперечное вязание на резинку соответственно я подозреваю что это пряжа абсолютно не держит поэтому поперечным вязанием я связала полоску не на необходимое мне длину далее у меня будет лицевая гладь а поверху у меня будут ажурные вставки по горловине я хочу чтобы это были по горловине вставки то есть от центральной части и дальше идет таким уголочком ажур и рукава ажурные сейчас я буквально мне осталось немножко и я буду уже переходить разделять данное вязание на спинку и на вперед вяжу по кругу взяла я спицы номер три чагу знаете как бы лицевая гладь ложится достаточно неплохо но бывают где-то неровные петли приятность я думаю что надеюсь что после стирки это все разгладится потому что достаточно часто такое бывает в пряжи с хлопком но после стирки петельки встают на место я думаю что здесь будет то же самое вот вижу знаете это такое непринужденное вязание можно взять в дорогу у меня сейчас как бы есть возможность побыть не водителем а пассажиром и я брала в дорогу с собой этот процесс немножко повязать тоже потому что здесь просто лицевая гладь вяжи и вяжи это первый процесс а это второй мой процесс родился он знаете так скажем немножко скажу даже слегка спонтанно почему меня также в комментариях спрашивали вот про этот узор таких верт тормашками я показывала вещи проверенные временем у меня есть вот такой джемпер связано на семеновской пряжи называется искра ему уже много лет и вот этот интересный узор мне написали что это узор мельница честно говоря я не видела название этого узора ну да напоминает что-то такое напоминает и меня спрашивали ну как бы мастер-класс на данный узор не хочу ли я сделать а сейчас такое время весна и я хочу для своей дочки связать кардиганчик более такой вы знаете легкий когда еще прохладно и нужно надеть какую-то кофточку она у меня есть всего выросла и решила я хотела другим узором но решила а я возьму вот этот узор и как раз расскажу и покажу как он вяжется и будет новая вещь у моей дочки вижу я вот из этой пряжи подарила мне эту пряжу моя вязальная подружка светлана у светланы есть свой канал светлана барышева все своими руками и я заказывала летом они с девочками делали совместную закупку на путевой и я просила тоже свету кое-что мне заказать а света мне в подарок прислала пряжу и вот одна из пряж было вот это это пряжа азиатская на сайте швей торг она называется азиатская но это пряжа скорее всего китайская идет она вот в таких коробочках в коробочках 6 моточков упаковано все очень красиво качественно моточки по 50 граммов здесь нет никаких абсолютно обозначений которые нам с вами что-либо сказали бы но насколько я сейчас помню что здесь есть шелк по моему кашемир и что-то еще что еще я не помню я тоже заказывала пряжу китайскую но там другая коробочка и нитка потоньше вязала дочки джемпер бантики пряжа очень мягкая очень нежная шелковистая ну и цвет конечно такой вот нежный нежный розовый то что как говорится для девочек самое то и я решила что вот именно из этой пряжи я свяжу легкий кардиганчик для своей дочки вижу я отдельными деталями быстро вяжется причем очень быстро вяжется я буквально вот за вечер это связала но мне сейчас нужно оставила тот момент когда я буду закрывать на пройму а может быть я не буду закрывать у меня на джемпере прямая прямое полотно и от прямой проймы у меня связан рукав я еще пока думаю но я хотела честно сказать здесь вырезать пройму все как полагается и в точной рукав но пока не знаю может быть я переиграю это дело вяжется быстро запоминается узор легко потом уже после стирки полотно разровняется сейчас она конечно так вот все собирается это второй мой процесс и третий мой процесс это вот такой интересный на сегодняшний момент это всего лишь одна полоса узора и начало второго меня захватил именно вот этот вот узор мне достаточно часто попадался попадались в пинтересте платье с таким узором кофточки всевозможные и в последний раз я увидела белую юбку связанную вот таким узором я даже не знала что это такое как это называется аж тем более как это вяжется я понятия не имела на первый взгляд но очень красиво смотрится это брюкская кружева а конкретно вот этот элемент называется завиток или завитки если посмотреть на первый взгляд вот на эту конструкцию то невозможно до понять как тут это все переплетается и вяжется вот такие ощущения были у меня как тут все это вяжется и переплетается схемы к данной вот этой вот вот этому завитку вообще очень интересные то есть если вы понятия не имеете что такое брюкская кружева то разобраться в них самого вот знаете так вот увидел и начал вязать наверное не получится ну конечно же я стала разбираться пересмотрела переискал много-много всего всяких разных схем не попадалось и стала смотреть какие есть видео какие есть мастер-классы на данный узор мастер-классы тоже разные не все понятно не все заходит в одном мастер-классе посмотрел не нужно было именно понять принцип вот этой вот конструкции оказалось все не так сложно как можно видеть на первый взгляд разобравшись как вяжется данный элемент я приступила к вязанию вяжется очень быстро то есть когда уже все ты разобрался ну достаточно быстро вообще то есть главное вот эти вот арочки считать и все так все быстро далее вторая проблема как присоединяется вторую ленту похоже на ленточное кружево здесь тоже вяжется ленту как присоединять ли при вторую вторую ленту к первой и вот вчера я потратила час или полтора времени разбираясь как мне это все дело присоединить трижды я распускала не без этого как говорят чтобы дойти до цели а я такой человек если я перед собой ставлю цель я стараюсь ее достигнуть разобралась такие как это все делается и уже здесь дело пошло быстрее можно конечно вязать отдельными лентами потом соединять но для меня такой способ неудобен мне удобно делать все сразу и поэтому я и начала делать здесь все все сразу конечно же вот здесь сверху когда мы закругляем вот эту вот часть дата вот здесь вот видно что она неровная здесь полотно но это все после стирки и глажки уже готового изделия все разровняется и я думаю что все будет хорошо смотреться значит для себя в качестве лекала так скажем я взяла юбку которую я вязала мотивами королевский квадрат и вот по ней я буду примерять как не вязать эту юбку потому что возможно я буду менять на думаю что я буду менять крючки особенно в области талии там уменьшать нужно будет в зоне бедер возможно будет нужно будет наоборот взять крючок больше но это уже так скажем по ходу работы это все будет понятно как здесь делать вот такие вот у меня сейчас процессы три процесса в работе есть идеи конечно же и новые было бы время свободное если будет свободное время то и на вязание временем будет побольше ну тем не менее никто меня не подгоняет как вяжется так и вяжется главное чтобы это все было в удовольствие чтобы вязание приносило удовольствие а не какие-либо на эти гонки вот поэтому сейчас получив заряд положительных эмоций конечно же длительные выходные выходные дали возможность отдохнуть и мне конечно же сейчас хочется воплощать разные идеи в жизнь благодарю всех за просмотр буду рада вашим комментариям но я с вами прощаюсь до новых встреч пока пока